Ом, астей, дорогие друзья, здравия! С вами снова Ярослав Мудр-Воронцов на позитивной волне и Академия Успеха на Ведодом. Нас можно найти на сайте vedodom.com Сейчас вот сидя в парке, сегодня май месяц, температура не летняя, похолодание, тем не менее приятно сидеть на улице. После баньки и прочувствовать эту энергетику природы, которую ты не чувствуешь на 25 этаже. Что я хотел поделиться с вами впечатлениями сегодня об осознанности. Сейчас изучаю технику очень хорошую Тиндзин Гри Поче, йога, сна и сновидения. Насколько глубоко автор рассказывает о древнейшей тибетской йоге сна и сновидений, в которой он поднимает вопросы о осознанности. Как важно находиться в состоянии осознанности, то есть здесь и сейчас. И это одно из важнейших заданий, задач всех нас, для того, чтобы быть наиболее эффективным в том, что мы делаем. Что бы мы ни делали. Мы должны находиться здесь и сейчас, в состоянии осознанности, осознанности ума, поступков своих чувств. Тогда эффект того, что мы делаем, намного выше. Самое простое понимание того, насколько важна осознанность, могу привести на примере того, что наши эмоции, когда наш ум очень эмоциональный, очень возбужденный. И когда мы захлёстнуты умом эмоциональным, мы совершаем ошибки, мы не всегда принимаем правильные решения и неправильные поступки делаем. потому что мы находимся в эмоциях. То есть мы не осознаём то, что мы делаем, то, что мы думаем, как мы чувствуем этот процесс. Но вот стоит всего лишь навсего только озвучить процесс, в котором ты находишься в состоянии сказать «Я сейчас злюсь». Ёлы-палы, я сейчас злюсь. Вот ты чувствуешь это состояние и ты озвучиваешь его, говоришь «Я сейчас злюсь». И вот после того, когда ты озвучил это состояние, сразу меняется отношение к этому процессу, в котором ты находишься, к тем объектам раздражения, которые вокруг тебя. И это вот первое начало того, как можно переходить в состояние осознанности. И вы замечаете сразу, что после этого отношение ваше к данному процессу эмоционального стресса уже находится под контролем. И вы осознаёте, что вы делаете. Если вы не находитесь в этой, знаете, как это говорят, запоморочила ум, гнев какой-то, зависть, ревность запоморочит ум человека. И мы начинаем действовать по инстинкту в соответствии с этой эмоцией. И не отдаём контроль себе в том, что мы делаем. И порой мы можем натворить такое, что потом расшлёбываться придётся очень долго. И вот попрактикуйте этот процесс, осознанность, когда вы общаетесь с кем-то и чувствуете, что вы вот сейчас начнётся, сейчас начнётся, будет как вчера. Вы начинаете злиться, у вас чувство начинает накручиваться изнутри, и крутится, крутится, да, процесс. И сейчас выстрелит, а вот сейчас начну ругаться. Озвучьте себе, прямо себе скажите, я сейчас начинаю злиться. Я чувствую, как я злюсь. Оказывается, если вы общаетесь с собеседником, то скажите, собеседник вас накручивает, перед тем, как выстрелить, начать ругаться, скажите ему тоже, так, Вася, я сейчас чувствую себя очень накрученным и взвинченным. Я сейчас буду ругаться. Давай, пожалуйста, поменяем тон нашего разговора. Окей? Тем самым вы даете сигнал своему собеседнику и одновременно себе саму. Вы осознаёте, что происходит у вас. Только вы озвучили, это значит, вы уже осознанно подошли к тому, что у вас происходит внутри. И в этом случае легче, конечно, уже управлять самим процессом, который захлёстывает через ум. Мы знаем, что он настолько эмоциональный, настолько он порой нас вводит не туда, когда нужно. Но стоит только озвучить этот процесс, и вам уже легче контролировать его. Вот это то, что я хотел сказать по поводу осознанности в реальной жизни. Но также вот осознанность, которая говорится в йоге сна и сновидений, Тинзин Грикпоче, тибетский философ, который принёс нам древнейшую технику йоги сна и сновидений, которая была сокрыта от обычных людей, тем более европейских людей, многие века. Сейчас такое прекрасное время. У нас есть эта возможность пользоваться этой техникой. Раньше ученик, чтобы получить эту технику, он должен был 20-25 лет быть учеником у своего гуру, прежде чем тот даст ему технику. Но сегодня у нас такие прекрасные времена, что всё ускоряется, меняются частоты, процессы обмена, изменения происходят очень быстро. И нам повезло, что есть такая возможность. Эффект от этого везения будет тогда, когда мы осознаем, что мы имеем такие прекрасные инструменты, такую прекрасную возможность. И ей нужно обязательно воспользоваться. Ребята, оглянитесь вокруг, посмотрите, сколько у нас всего, сегодня нового, сколько информации, сколько новых техник, сколько глубинных пониманий того, чего не было ещё 5 лет назад, 10 лет назад. Я о себе это чувствую и говорю. Какие изменения происходят глубинные? Если раньше всё было так медленно, так это натянулось, тянулось, сейчас всё намного быстрее, можно быстрее осознать, быстрее отработать, быстрее влипнуть. Так же? Окей. Потому что частоты, поднялись частоты, высокие частоты, и для того, чтобы адаптироваться, жить в этом новом состоянии, нужно поднимать себе частоты. Что такое поднимать частоты, вкратце скажу, это значит быть в благости, в состоянии благости, в состоянии позитива, в состоянии любви, вот проще сказать, в состоянии любви. Да, любви, не плотской любви, хотя она тоже излучает позитивную энергию, а в любви, безусловная любовь, которая мы излучаем ко всему, ко всему, что мы видим, в голоде, мурашки, бегают мурашечки такие, птички летают, поют песни, природа красивая, шикарная, так здорово. И вот, вот это вот, безусловная любовь, которую мы излучаем, сначала вот к тому прекрасному, а уже, когда вы окрепнете, тогда уже можно и эту любовь начинать излучать, ну, к тем, что, к тому, что нам, может быть, так, не так лестно и приятно видеть и слышать, например, там, проходящий бродяга, душа, одевшая форму бродяги, попробуй его полюбить и так далее. Но это все нужно, опять же, для чего? Для состояния осознанности. Мы говорим о состоянии осознанности. И вот, продолжая тему осознанности, хочу поделиться с вами вот таким пониманием, которое я вынес из вот этой техники тензин-ребаче, тибетское йога сновидение, добавить, другим источникам, которые я изучал. Понимание осознанности у нас должно быть на яве, то есть в быту, во сне, когда мы спим и во время самих сновидений. И для чего нужна вот эта осознанность, в принципе, для чего нужно мне осознавать, что я нахожусь в осознанном состоянии, про реальную жизнь. Мы уже говорили, я сказал про это, да, время, когда ты, например, злишься, или когда тебе что-то нужно достичь, что-то нужно сделать, там, я ленюсь, я должен сейчас учиться и так далее. Во время сна сон считается как вот мини-версия, мини-версия состояния души, когда она покидает тело, мы засыпаем, забываемся, и мы помещаемся в какие-то пространства, и мы не осознаем, что мы во сне, мы не осознаем, что мы спим, мы видим какие-то сны, видим какие-то картины, мы просто в основном своей как-то мы не можем повлиять на процесс, очень мало мы меняем на процесс, больше как наблюдатели. А вот с осознанностью приходит именно то, что мы не просто наблюдателями становимся, а мы становимся исполнителями, живыми исполнителями, осознанно делающие те или иные действия, управляющие процессом сна. Вот это то, в общем-то, к чему мы должны прийти при помощи осознанности во сне и сновидениях. Ну и, конечно же, самая главная цель осознанности во сне и сновидениях это подготовить себя к тому процессу, куда душа будет покидать тело. То есть, другими словами, когда тело умирает и душа переходит в другие пространства, скажем там, идем на отчет к Богу, к Господу, что мы здесь делали, какая у нас здесь была практика, чего мы здесь научились, что мы делали и со своим рекордом, который здесь в Параматма все записывает, да, мы идем, чтобы нас прослушали и посмотрели, что же мы за это время хорошего сделали и по делам нашим и судиться-то нам будет. И вот в этой связи, когда мы находимся в осознанном состоянии во время покидания тела, во время того, когда душа покинула тело уже, не только на время сна, а в общем-то навсегда это тело, чтобы получить новое, для души очень важно осознавать, что она покинула тело и что она должна делать дальше, куда она идет, к чему она привязана. И вот когда мы имеем это осознанность, это состояние осознанности, тогда мы и те ценности, которые мы сформировали в своей сознательной осознанной жизни в яве, в реальности, здесь нашей реальности, физической реальности, тогда душа будет идти туда, идти к тем ценностям, которые она приобрела во время своего физического вставания в этом теле. И душа придет туда, куда она в общем-то тянулась всю эту осознанную жизнь здесь в теле. Вот в принципе в чем важность именно процесса осознанности в яве, во снах и в сновидениях для того, чтобы научиться управлять своим сознанием в душе в то время, когда она покидает тело и идти в том направлении, в котором она хочет идти, исходя из тех ценностей, которые душа приобрела, находясь в этом физическом теле. И такая, скажем, маленькая импровизация того, куда душа будет идти после смерти тела, можно пожалуй импровизировать и увидеть в каком настроении мы ложимся спать, какие сны нам снятся и в каком состоянии мы просыпаемся после сна. Я думаю, если вы понаблюдаете за своими снами, вот такими обычными, типичными снами, в типично вашем обычном состоянии, не в стрессном состоянии, а в обычном, то есть какое состояние эмоций, о чем вы думаете во сне, куда вы стремитесь, какие эмоции вы испытываете во время сна и с какими эмоциями просыпаетесь после сна, я думаю, это может вам дать очень хорошую подсказку того, что ждет вас после того, когда вы покинете этот бренный мир, покинете эту оболочку и переходите в тонкий мир для отчета за проделанную работу в этом теле, вот, пожалуй, так, и посмотрите, нравится ли вам, нравится ли вам ваши чувства, ваши эмоции, ваши цели, ценности, которые вы испытываете во сне, то есть делайте выводы, эй, что развивать, как развивать, куда я хочу пойти после того, когда я покидаю это тело, какие моему настроения, потому что не нужно говорить о каком настроении мы покидаем это тело и о чем мы думаем, вот туда мы и притягиваемся после смерти этого тела, то есть мы получаем, мы идем туда, другими словами, получаем то тело по заслугам нашим, которые мы, те ценности, те привязки, которые мы развили, находясь в этом физическом теле, окей? И вот если вы будете осознаны каждую минуту на яве, а потом сможете быть осознанным во сне и в своих сновидениях, тогда вы сможете развить больше необходимых лучших качеств для того, чтобы быть довольным тем, как я прохожу свои испытания, в какой жизни я живу здесь наяву прежде всего и как результат моей жизни наяву мы будем видеть то кино во сне. Пожалуй, так. Вот это то, что я хотел с вами поделиться, друзья, сегодня в этот прекрасный майский день после бани. С вами был Ярослав Мудрый Воронцов Намасте Польша информация на нашем сайте vedadom.com Академия семейных отношений Vedadom И с вами был Ярослав Мудрый Воронцов Друзья, любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг и любовь принесся вам столицей. Намасте Продолжение следует...